Привет, сегодня я прочитаю фантастический рассказ Генри Каттнера Называется он Идеальный тайник И это первый рассказ из серии рассказов про изобретателя Геллагера Я обожаю эту серию рассказов и надеюсь, что тебе тоже понравится И сначала я прочитаю краткое описание этого сборника Великолепные юмористические рассказы Генри Каттнера о Геллагере Техническом гении, умеющем творить только в состоянии крайнего опьянения Не оставят равнодушными ни одного любителя фантастики В сборник вошли пять рассказов, связанных между собой только главным героем И его ближайшим окружением, роботом с нарциссическим складом характера Алкогольным органом и двумя генераторами В лаборатории, в которой можно найти много интересного Итак, Генри Каттнер Идеальный тайник Геллагер играл без нот и не глядя на клавиатуру Это было бы совершенно естественно, будь он музыкантом Но Геллагер был изобретателем Пьяницей и сумасбродом Но хорошим изобретателем Он хотел быть инженером-экспериментатором И, вероятно, достиг бы в этом выдающихся успехов Поскольку моментами его осеняло К сожалению, на систематические исследования ему не хватало средств Поэтому Геллагер, консерватор интеграторов по профессии Держал свою лабораторию для души Это была самая кошмарная лаборатория во всех Штатах Десять месяцев он провел, создавая устройство Которое назвал алкогольным органом И теперь мог, лежа на удобном мягком диване И, нажимая кнопки, вливать в свою луженую глотку Напитки любого качества и в любом количестве Только вот сделал он этот орган Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения И, разумеется, теперь не помнил принцип его действия А жаль В лаборатории было всего понемногу Причем большинство вещей ни к селу, ни к городу Реостаты были намотаны на фаянсовых статуэтках балерин В пышных пачках и с пустыми улыбками на личиках Большой генератор бросался в глаза Намалеванным названием «Чудовище» А на меньшем висела табличка с надписью «Тарахтелка» В стеклянной реторте сидел фарфоровый кролик И только Геллагер знал, как он там оказался Сразу за дверью караулил железный пес Предназначавшийся поначалу для украшения газонов На старинный манер Или, может быть, для адских врат Сейчас его пустые глазницы Служили подставками для пробирок «И что ты намерен делать дальше?» Спросил Ванинг Геллагер, растянувшийся под алкогольным органом Впрыснул себе в рот двойное мартини «Что?» «Ты хорошо слышал Я мог бы дать тебе отличную работу Если бы ты умел пользоваться своим сумасшедшим мозгом Или, по крайней мере, начал следить за собой Пробовал, вздохнул Геллагер Не выходит Я не могу работать, если сосредоточусь Разве что какую-нибудь механическую рутину Зато у моего подсознания очень высокий коэффициент интеллекта Ванинг, невысокий коренастый мужчина Со смоглым лицом в шрамах Постукивал каблуками по чудовищу Временами Геллагер его беспокоил Этот человек не отдавал себе отчета в своих возможностях И в том, как много могут они значить для Хороса Ванинга Коммерческого консультанта Разумеется, «коммерция» в кавычках Была совершенно легальной Ведь современное коммерческое право Оставляло множество лазеек В которые умный человек вполне мог протиснуться Честно говоря, Ванинг давал клиентам советы Как ловчее обойти закон И это хорошо оплачивалось Отличное знание законов было редкостью в те времена Инструкции и указы образовывали такой лабиринт Что изучение законов требовало многолетних трудов Но Ванинг имел великолепный персонал Огромную библиотеку, содержащую всевозможные инструкции Судебные решения и постановления И за приличный гонорар мог сказать доктору Криппину, например Как уклониться от уплаты налогов Самые щекотливые дела он улаживал в полной тайне Безо всяких помощников К примеру, насчет нейроружья Геллагер изобрел его Понятия не имея, что это исключительное оружие Однажды вечером у него испортился сварочный аппарат И он собрал новый, соединив части пластырем Геллагер дал это устройство Ванингу Но тот, хоть и недолго держал ружье у себя Заработал тысячи кредитов Одалживая его потенциальным убийцам И этим причиняя немало хлопот полиции Например, к нему приходил человек и говорил Я слышал, вы можете помочь Даже если кому-то грозит приговор за убийство Если бы, к примеру, задний ход, приятель Я не желаю заниматься такими делами Эм, но... Я думаю, что теоретически идеальное убийство возможно Допустим, изобрели новый вид оружия И образец находится в камере хранения Скажем, на пассажирском ракетодроме в Ньюарке Это всего лишь допущение Сейф номер 79, шифр 30, ну, скажем, 8 Такие мелкие детали хорошо помогают представить ситуацию, правда? Вы хотите сказать? Разумеется, если бы наш убийца добрался до этого теоретического оружия Он мог бы оказаться достаточно хитер Чтобы иметь на готове абонированный ящик Например, сейф 40 в Бруклин-Порте Он мог бы положить оружие в посылочный ящик И избавиться от улики в ближайшем почтовом отделении Но все это, конечно, только теория Мне очень жаль, но я ничем не могу вам помочь Гонорар за разговор 3000 кредитов Секретарша примет у вас чек Обвинительный приговор был бы в таком случае невозможен Прецедент Вердикт суда 875-М По делу штата Иллинойс против Добсона Необходимо установить причину смерти Не исключая возможность несчастного случая Как отметил судья Верховного суда Дукет Во время процесса Сандерсона против Сандерсона Где речь шла о смерти свекрови обвиняемой Безусловно, прокурор со своим штабом экспертов-токсикологов Должен согласиться, что Короче говоря, Ваша честь, я ходатайствую о прекращении дела Ввиду недостатка улик и невозможности выяснить причину смерти Геллагер так никогда и не узнал, что его сварочный аппарат Оказался таким опасным оружием А Ваненг время от времени навещал его запущенную лабораторию Внимательно следя за плодами научных забав приятеля Не раз он получал таким образом весьма полезные приспособления Однако все дело было в том, что Геллагер не хотел работать по-людски Он еще раз глотнул мартини, тряхнул головой и поднял свое худое тело с дивана Потом лениво подошел к заваленному каким-то хламом столу И принялся перебирать обрывки проводов Что ты делаешь? Не знаю, играю, наверное Я просто складываю вместе различные вещи И порой из этого что-то получается Только я никогда не знаю, что это будет Геллагер бросил провода и вернулся на диван А, к черту все это Вот чудак, подумал Ваненг Геллагер был типом в принципе аморальным Совершенно неуместным в сложном современном мире С первопытным весельем смотрел он на мир со своей личной колокольни И делал весьма полезные вещи Но только для собственного удовольствия Ваненг вздохнул и оглядел лабораторию Его педантичная натура страдала при виде такого прадака Машинально подняв с пола мятый халат Он поискал глазами какой-нибудь крючок И, конечно, не нашел Геллагер, вечно страдающий от недостатка проводящих металлов Давно повырывал из стен все крючки Ваненг подошел к металлическому шкафу, стоящему в углу И открыл его Внутри не было никаких вешалок Поэтому он сложил халат и положил на дно А сам снова присел на чудовище «Выпьешь?» — спросил Геллагер Ваненг покачал головой «Нет, спасибо, завтра у меня дела» «Ерунда, примешь тиамин» «Брр, дрянь» Я работаю гораздо лучше, если голова обложена надувными подушками А я нет «Это дело опыта», — буркнул Геллагер «А опыта может набраться каждый, если только...» «На что ты там уставился?» «Этот шкаф», — сказал Ваненг, удивленно хмуря брови «Ну-ка, что там такое?» Металлическая дверь была закрыта неплотно И медленно приоткрывалась А от халата, который Ваненг только что туда положил Не было и следа «Это краска такая», — сонно объяснил Геллагер «Что-то вроде пропитки» Я обработал внутренность шкафа гамма-лучами Но он ни к черту не годится Ваненг передвинул лампу, чтобы лучше видеть Шкаф не был пуст, как он решил в первый момент В нем, правда, не было халата Зато находилось что-то маленькое, бледно-зеленое и почти свирическое «Он что, растворяет вещи?» — спросил Ваненг, вытаращив глаза «Ага, вытащи его и увидишь» Ваненг не торопился засовывать руку внутрь Найдя длинный штатив для пробирок Он подцепил им шарик и тут же отвернулся Потому что разболелись глаза Зеленый шарик менял цвет, форму и размер И вскоре превратился во что-то бесформенное Внезапно штатив стал удивительно тяжелым И ничего странного, на нем висел халат Вот такие штуки он и вытворяет Равнодушно объяснил Геллагер Но должна же быть причина Вещи, которые я засовываю в шкаф, становятся маленькими Но стоит их вынуть, как они обретают нормальные размеры Может, продать его какому-нибудь фокуснику? С сомнением предположил он Ваненг сел, сжимая в руках халат И поглядывая на металлический шкаф Это был смолисто-черный параллелепипед Размерами 3 на 3 и на 5 футов Покрашенный изнутри серой краской Как ты это сделал? Что? Сам не знаю Как-то само получилось Геллагер меланхолично потягивал свою гремучую смесь Может, тут дело в растяжимости измерений Моя пропитка могла изменить свойства пространства времени внутри шкафа Интересно, что это может значить? Буркнул он в сторону Такие словеса порой пугают меня самого Это значит, ты хочешь сказать, что этот шкаф внутри больше, чем снаружи? Парадокс, не так ли? Я думаю, его внутренность находится вообще не в нашем пространстве времени Попробуй сунуть туда стол И убедишься Геллагер даже не приподнялся А лишь махнул рукой в сторону упомянутого стола Ты прав, этот стол больше шкафа Ну, таксуй его как-нибудь бочком, смелее Ванин к некоторое время возился со столом Несмотря на небольшой рост, он был силен, как многие коренастые люди Положи шкаф, легче будет Я... Уф, ну и что дальше? Суй туда стол Ванин к искоса посмотрел на приятеля Пожал плечами и попытался Разумеется, стол не хотел входить в шкаф Вошел только угол Остальное застряло, чуть покачиваясь И что дальше? Подожди чуток Стол шевельнулся и медленно пополз вниз У Ванинга отвалилась челюсть, когда он увидел, как стол постепенно входит внутрь Словно в воде тонет не очень тяжелый предмет Однако, ничто его не всасывало, он просто растворялся Неизменным оставалось лишь то, что торчало снаружи Но постепенно в шкаф ушло все Ванинг заглянул в шкаф И вновь у него заболели глаза Внутри некое нечто меняло форму, съеживалось И в конце концов превратилось в колючую неправильную пирамиду темно-красного цвета В самом широком месте в ней было не более четырех дюймов «Не верю», — выдохнул Ванинг Геллагер улыбнулся «Как сказал герцог Веллингтон, это была очень маленькая бутылка, сэр Погоди минутку, как, черт возьми, можно засунуть восьмифутовый стол в пятифутовый шкаф?» «Благодаря Ньютону», — ответил Геллагер «Сила тяжести, сечешь Налей в пробирку воды, и я тебе покажу Сейчас, вот, готово, и что теперь?» «Полную налил?» «Хорошо, в коробке с надписью «Предохранители» лежит сахар Положи кусок поверх пробирки, так, чтобы одним углом он касался воды» Ванинг сделал, как было сказано «Ну и что?» «Что ты видишь?» «Ничего, сахар напитывается водой и растворяется» «Вот именно», — с нажимом сказал Геллагер Ванинг задумчиво посмотрел на него и повернулся к пробирке Кусок сахара медленно растворялся и исчезал Вскоре его не стало вовсе Воздух и вода — это совершенно различные физические среды В воздухе кусок сахара может существовать в виде куска сахара А в воде — только в виде раствора Та его часть, которая достает до воды, подчиняется условиям, присущим в воде И значит, изменяется в физическом смысле Остальное дело силы гравитации «Говори яснее» Аналогии так проще некуда, балбис Вода — это как бы особые условия внутри шкафа А сахар — это стол Ты же видел, сахар постепенно напитался водой А сила тяжести втянула растворяющийся кусок в пробирку Допёр Пожалуй, стол впитался Его впитал элемент, находящийся внутри шкафа Так? Элемент, который заставил стол съежиться «Ин партис», а не «ин тото» Так, «сноска» — это латынь По частям, а не целиком Понемногу Например, человеческое тело можно запихнуть в небольшой сосуд с серной кислотой Тоже по кусочку О-о-о! — протянул Ваненг из-под лобя, глядя на шкаф А можно вытащить этот стол обратно? Пожалуйста, сунь туда руку и вынь его Сунуть туда руку? Я не хочу, чтобы она растворилась Не бойся, процесс этот немгновенный Ты же сам видел Прежде чем начнётся изменение, должно пройти несколько минут Ты без опаски можешь сунуть руку в шкаф При условии, что будешь держать её там не больше минуты Сейчас тебе покажу Геллагер нехотя поднялся, огляделся Взял пустую бутылку и сунул её в шкаф Изменение действительно не было мгновенным, а шло постепенно Бутылка меняла размер и форму И, наконец, превратилась в перекошенный куб размером с кусок сахара Геллагер вынул его и положил на пол Куб начал расти и вскоре вновь встал бутылкой А теперь стол, смотри Геллагер вынул небольшую пирамидку И та через минуту обрела первоначальную форму Видишь, держу пари, что компания, занимающаяся складированием, много дала бы за это Там можно разместить мебель со всего Бруклина Но будут сложности с изъятием нужных вещей Сам понимаешь изменения физической природы Нужно просто составлять план Рассеянно сказал Ванинг Сделать рисунки находящихся внутри предметов и обозначить их Сразу видно юриста Заметил Геллагер А я бы чего-нибудь выпил Он вернулся на диван и присосался к мудштуку Я дам тебе за этот шкаф шесть кредитов Предложил Ванинг Можешь забирать Все равно он занимает тут слишком много места Жаль, что его самого нельзя сунуть внутрь его самого Геллагер засмеялся Забавно звучит Ты так считаешь? Держи Ванинка вынула с бумажника деньги Куда их положить? Сунь их в чудовище Там у меня банк Спасибо Готово Слушай, объясни мне получше эту хохму с куском сахара Не одна же сила тяжести втягивает кусок в пробирку, правда? Да Точно Еще и осмос Или нет? Осмос как-то связан с яйцами Может это овуляция? Проводимость, конвекция, абсорбция Жаль, я не изучал физику Тогда бы я знал нужные слова А так я полный осел Геллагер снова потянул из мундштука Абсорбция Дело не только в том, что сахар поглощает воду В данном случае стол как бы пропитался условиями, царящими внутри шкафа Как губка или промокашка Что? Стол? Нет, я Коротко ответил Геллагер И воцарилась тишина Прерываемая бульканьем Это он вливал себе в горло алкоголь Ванинг вздохнул и повернулся к шкафу Прежде чем поднять его своими мускулистыми руками Он старательно закрыл дверцу на ключ Уже уходишь? Спокойной ночи! Всего хорошего! Всего хорошего! Спокойной ночи! Всего хорошего! Пропел Геллагер, заваливаясь спать Ванинг еще раз вздохнул и вышел в ночной холод На небе сверкали звезды И лишь на юге их перекрывало зарево Нижнего Манхэттена Горящие белым огнем небоскребы слагались в рваный узор Огромная реклама превозносила достоинство вамбулина Вамбулин тебя воскресит Машина Ванинга стояла у тротуара Он сунул шкаф внутрь и кратчайшим путем направился в свой офис Ему вдруг вспомнился по Украденное письмо, в кавычках, лежавшее на самом верху Просто вывернутое наизнанку и переадресованное Изменилось до неузнаваемости Господи, какой отличный сейф выйдет из этого шкафа Ни один вор не будет его взламывать По той простой причине, что он не будет закрыт Ванинг мог бы наполнить сейф деньгами И те тут же стали бы неузнаваемы Идеальный тайник Но на каком принципе он действует? Геллагера спрашивать было бесполезно Он творил панаитию и не знал Что примула, растущая на берегу реки Обычная примула Зовется примула вульгарис Понятия силлогизма для него не существовало Он делал выводы, не прибегая ни к общим, ни к частным предпосылкам Ванинг задумался Два предмета не могут одновременно занимать одно и то же место Значит, в шкафу все-таки есть какое-то пространство Однако это были только догадки А должен быть и точный ответ Пока Ванинг его не нашел Он добрался до центра и направил машину к зданию, в котором занимал целый этаж На грузовом лифте он поднял шкаф наверх Однако не стал ставить в своем кабинете Зачем привлекать внимание? А поместил в небольшую кладовку Вернувшись в кабинет, Ванинг задумался А может... Негромко звякнул звонок Задумавшись, Ванинг не услышал его А когда звук все-таки проник в его мозг, подошел к видеофону и нажал кнопку Серое, мрачное и бородатое лицо адвоката Хэттена заполнило экран Добрый день, сказал Ванинг Хэттен кивнул Я пытался застать вас дома, но не успел, и поэтому звоню в офис Не думал, что вы сегодня позвоните Дело разбирается завтра Не познавато ли для разговора? Дугон и сыновья хотели, чтобы я с вами поговорил Кстати, я был против Вот как Хэттен нахмурил густые темные брови Как вам известно, я представляю висца Есть очень много улик против Маккелсона Это вы так говорите, но доказать что-то невероятно тяжело Вы против применения скополамина? Разумеется, ответил Ванинг И я не допущу, чтобы моему клиенту кололи эту дрянь Присяжным это не понравится Ничуть не бывало Дело в том, что Маккелсону скополамин противопоказан У меня есть медицинская справка Голос Хэттена стал еще резче Ваш клиент растратил эти облигации, и я могу это доказать Стоимостью в 25 тысяч, верно? Большая потеря для дуганой сыновей А что вы скажете о моем предположении? Скажем, 20 тысяч найдутся Это частный разговор? Вы не записываете? Разумеется Вот, смотрите Ванинг поднял вверх шнур с разъемом Строго между нами Это хорошо Ответил адвокат Хэттен Тогда я могу объявить вам Что вы вульгарный мошенник Фу Это старый трюк Вот с такой бородой Маккелсон стянул пять кусков в облигациях Обмениваемых на кредиты Ревизоры уже проверяют это Потом он пришел к вам И вы убедили его взять еще 20 тысяч А затем предлагаете их вернуть Если дуган и сыновья закроют дело И делите эти пять тысяч со своим клиентом Что не так уж и мало Ничего подобного я не признаю? Конечно, не признаете Даже в разговоре по частной линии Но это само собой разумеется Только трюк этот давно устарел И мои клиенты не собираются с вами возиться А передают дело в суд И вы позвонили только, чтобы мне это сказать? Нет, я хочу обсудить вопрос с присяжными Вы согласны на применение к ним сколупамина? Вполне Ответил Ванинг Присяжные его не интересовали Испытание сколупомином Избавит от многих дней Возможности, которые таит в себе этот тайник И доказывали это за Ванинга Обмен облигаций даже на пять тысяч кредитов Вызвал бы подвижку на рынке ценных бумаг А ничего подобного не произошло Эксперты Ванинга завели присяжных В совершенно непроходимые дебри Чтобы доказать вину Требовалось показать Или буквально, или косвенным путем Что облигации существовали С 20 декабря То есть с даты последней ревизии Прецедентом послужило дело Донована против Джонса Хэттон тут же вскочил с места Ваша честь Джонс позднее признался в растрате Что никак не влияет на первоначальное решение Тут же парировал Ванинг Закон не имеет обратной силы Вердикт не был изменен Прошу защиту продолжать И защита продолжала Возводя сложное здание Казуистической логике Хэттон выходил из себя Ваша честь, я Если мой почтенный оппонент Представит суду хотя бы одну облигацию Всего одну из вышеупомянутых Я сдамся Преседатель иронически улыбнулся Действительно, если такое доказательство будет представлено Обвиняемый окажется в тюрьме Сразу же после оглашения приговора А вам это хорошо известно, мистер Ванинг Пожалуйста, продолжайте Охотно Итак, согласно моей версии Эти облигации никогда не существовали Это просто результат ошибки при счете Но ведь подсчет выполняли на калькуляторе Педерсона Такие ошибки случаются И сейчас я это докажу Пригласите моего следующего свидетеля Свидетель, специалист по вычислительной технике Объяснил, как может ошибаться калькулятор Педерсона И привел примеры На одном Хэттен его поймал Протестую, Ваша честь В Родезии, как всем известно, локализованы объекты экспериментального характера Свидетель не уточнил, о какой именно продукции идет речь Не потому ли, что объединенные предприятия Гендерсона Занимаются главным образом радиоактивными рудами Свидетель, вам задан вопрос Я не могу на него ответить В моих документах нет такой информации Довольно красноречивый пробел, рявкнул Хэттен Радиоактивность выводит из строя хрупкий механизм калькулятора Педерсона Но в конторах фирмы Дуган и сыновья Нет ни радиоактивных элементов Ни продуктов их распада Встал Ванинг Я хотел бы спросить Окуривались ли в последнее время эти конторы Да, этого требует закон Использовался определенный тип соединения хлора Да Прошу пригласить моего следующего свидетеля Свидетель, физик и одновременно работник Ультрарадиевого института Объяснил, что гамма-лучи сильно воздействуют на хлор Вызывая ионизацию Живые организмы могут ассимилировать продукты распада радиа и передавать их дальше Некоторые клиенты фирмы Дуган и сыновья подверглись воздействию радиоактивности Это смешно, Ваша честь Спекуляция чистейшей воды Ванинг изобразил обиду Хочу напомнить дело Денджерфильда против Астропродактс, Калифорния, 1963 год Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого Я настаиваю, что калькулятор Педерсона, которым считали облигации, мог быть неисправен Если так оно и было на самом деле Следовательно, облигации не существовали И мой клиент невиновен Пожалуйста, продолжайте Сказал судья, жалея, что он не Джефрис И не может послать всю эту чертову банду на эшафот Ссылка Джефрис Судья-вешатель, известный своими суровыми приговорами Участником восстания Монмута против английского короля Якова II Юриспруденция должна опираться на факты Это вам не трехмерные шахматы Впрочем, это неизбежное следствие политических и экономических сложностей современной цивилизации Вскоре стало понятно, что Ванинг выиграет дело Он его и выиграл Присяжные были вынуждены признать правоту ответчика Под конец отчаявшийся Хэттон выступил с предложением использовать сколупомин Но это предложение было отклонено Ванинг подмигнул своему оппоненту и с шумом захлопнул папку Он вернулся в контору, а в половине пятого начались неприятности Едва секретарша успела сообщить о некоем мистере Маккелсоне Как ее отпихнул худощавый мужчина средних лет Тащивший замшевый чемодан гигантских размеров Ванинг, мне позарез нужно с тобой поговорить Адвокат нахмурился, встал из-за стола и кивком отослал секретаршу Когда дверь за ней закрылась, он бесцеремонно спросил «Что ты здесь делаешь? Я же сказал, чтобы ты держался от меня подальше Что у тебя в чемодане?» «Облигации?» — неуверенно объяснил Маккелсон «Что-то не получилось» «Идиот! Приволочь сюда облигации!» Одним прыжком Ванинг оказался у двери и старательно запер ее на ключ «Как только Хэттен наложит на них лапу, ты вмиг окажешься за решеткой А меня лишат диплома, убирайся немедленно» «Ты сначала выслушай, ладно?» «Я пошел с этими облигациями в финансовое объединение, как ты и сказал Но там меня уже поджидал фараон К счастью, я вовремя его засек Если бы он меня поймал» Ванинг глубоко вздохнул «Я же велел тебе оставить облигации на два месяца в тайнике на станции Подземки» Маккелсон вытащил из кармана бюллетень Правительство начало замораживать рудные акции и облигации «В одну неделю все будет кончено» «Я не мог ждать, деньги оказались бы заморожены до второго пришествия» «Покажи-ка этот бюллетень» Ванинг полистал его и тихо выругался «Откуда он у тебя?» «Купил у мальчишки перед тюрьмой, я хотел проверить курс рудных акций» «Понятно, а не пришло тебе в голову, что бюллетень может быть фальшивым» «У Маккелсона отвисла челюсть» «Фальшивым?» «Вот именно, Хэттон догадался, что я хочу вытащить тебя из тюрьмы и держал его на готове, а ты купил этот номер, дал полиции улики, а меня подвел под монастырь» «Но я...» Ванинг сморщился «Как по-твоему, почему ты увидел того фараона в финансовом объединении?» «Они могли сцапать тебя в любой момент, но решили испугать настолько, чтобы ты приперся ко мне и одним выстрелом убить двух зайцев «Для тебя камера, а для меня прощание с адвокатурой, проклятие» «Маккелсон облизал губы» «А может мне уйти через черный ход?» «Сквозь кордон полиции, который там, конечно, торчит, вздор, не прикидывайся большим идиотом, чем ты есть» «А ты... ты не можешь их спрятать?» «Где? Они просветят мой стол рентгеновскими лучами» «Нет, я просто...» Ванинг вдруг замолчал «Хм... спрятать, говоришь?» «Спрятать...» Он повернулся к диктофону «Мисс Хартон, у меня очень важная встреча, ни под каким предлогом меня не отвлекать Если вам предъявят ордер на обыск, потребуйте подтверждение через центр, ясно? Окей» Маккелсон слегка ожил «Эээ, все в порядке?» «Заткнись!» Взорвался Ванинг «Подожди меня здесь, я скоро вернусь» Он подошел к боковой двери и исчез, но очень быстро вернулся, таща металлический шкафчик «Помоги мне...» «Уф, ставь вот туда, в угол, а теперь убирайся» «Но...» «Давай-давай, вали!» Тяжело дыша, Ванинг запихнул его в шкаф Это потребовало времени, поскольку чемодан был больше шкафа Однако, в конце концов, он съежился, изменил форму и, наконец, превратился во что-то вроде вытянутого яйца медного цвета «Фу», — сказал Ванинг Он заглянул в шкаф Внутри что-то шевелилось Какое-то гротескное создание ростом не более четырех дюймов Это было что-то удивительное Оно состояло из одних кубов и углов Было ярко-зеленым и явно живым В дверь постучали Маленькое существо возилось с медным яйцом, как муравей с дохлой гусеницей, пытаясь поднять его и переместить Ванинг сунул руку в шкаф Существо из четвертого измерения уклонилось, но недостаточно быстро Ванинг схватил его, почувствовал в кулаке шевеление и крепко стиснул пальцы Шевеление прекратилось Ванинг выпустил мертвое существо и торопливо вынул руку из шкафа Дверь тряслась от ударов «Минуточку!» — крикнул он, закрывая шкаф «Ломайте!» — распорядился кто-то за дверью Однако нужды в этом не было Ванинг скроил болезненную улыбку и открыл дверь Вошел Хэттен в сопровождении тучного полицейского «Мы взяли Маккелсона!» — сообщил он «Да? А на каком основании?» Вместо ответа Хэттен сделал знак рукой, и полицейские начали обыскивать комнату Ванинг пожал плечами «Думаю, вы слишком торопитесь», — сказал он «Посягательство на неприкосновенность частной собственности» «У нас есть ордер» «И в чем меня обвиняют?» «Разумеется, речь идет об облигациях» Голос Хэттена звучал устало «Не знаю, где вы спрятали чемодан, но рано или поздно мы его найдем» «Какой чемодан?» — продолжал допытываться Ванинг «Тот, с которым Маккелсон вошел сюда, и без которого он вышел» «Игра закончена», — печально сказал Ванинг «Я сдаюсь» «Что?» «А если я скажу, что сделал с чемоданом, вы замолвите за меня словечко?» «Ну, пожалуй, а где он?» «Я его съел», — ответил Ванинг, укладываясь на диван и явно собираясь вздремнуть Хэттен послал ему взгляд полной ненависти Полицейские прошли мимо шкафа, мельком заглянув внутрь Рентгеновские лучи не обнаружили ничего ни в стенах, ни в полу, ни в потолке, ни в мебели Остальные помещения офиса тоже обыскали, но безрезультатно Наконец, Хэттен сдался «Утром я подам жалобу», — пообещал ему Ванинг «А в отношении Маккелсона воспользуюсь принципом «хабиас корпус» «Хабиас корпус» — латынь «личная неприкосновенность» «Иди ты к черту!» — буркнул Хэттен «До свидания» Ванинг подождал, пока непрошенные гости уберутся Потом, тихонько посмеиваясь, подошел к шкафу и открыл его Медное яйцо исчезло Ванинг пошарил внутри, но без толку Значение этого дошло до него не сразу Он повернул шкаф к окну и снова заглянул туда С тем же результатом Шкаф был пуст 25 тысяч кредитов в облигациях пропали Ванинга прошиб холодный пот Схватив металлический шкаф, он встряхнул его, но это не помогло Потом перенес в другой угол комнаты А сам вернулся на прежнее место и принялся внимательно осматривать пол Проклятие! Неужели Хэттен? Нет, невозможно Ванинг не спускал со шкафа глаз, пока здесь была полиция Один из полицейских открыл шкаф, заглянул внутрь и снова закрыл После этого шкаф все время оставался закрытым Но облигации исчезли Так же, как и странное существо, которое Ванинг раздавил Все это вместе означало, что... Вот именно, что... Он метнулся к видеофону и вызвал Геллагера Что случилось, а? Чего тебе? На экране появилось худое лицо изобретателя, еще более осунувшееся от пьянства У меня похмелье, а тиамин кончился А как твои дела? Послушай, сказал Ванинг Я положил кое-что в твой чертов шкаф и потерял Шкаф? Забавно Да нет, то, что я в него положил Чемодан Геллагер покачал головой Никогда заранее не знаешь Помню, однажды я сделал... К черту воспоминания Мне нужен мой чемодан Фамильные драгоценности? Спросил Геллагер Нет, там были деньги С твоей стороны это было неразумно Ты знаешь, что с сорок девятого года не разорился ни один банк Вот уж не думал, Ванинг, что ты так скуп Хотел иметь деньги при себе, чтобы перебирать их своими сгребущими лапами, да? Ты снова пьян? Нет, только стараюсь напиться Уточнил Геллагер Со временем у меня выработался иммунитет к алкоголю И чтобы напиться, мне нужно ужасно много времени Из-за твоего звонка я отстал на две с половиной порции Нужно приделать к органу удлинитель, чтобы разговаривать и пить одновременно Мой чемодан Что с ним случилось? Я должен его найти У меня его нет А ты можешь сказать, где он? Понятия не имею Выкладывай подробности Посмотрим, что можно сделать Ванинг последовал совету Правда, из осторожности несколько сократил рассказ Окей, неохотно сказал Геллагер Ненавижу выдвигать теории, но в исключительных случаях Мой диагноз обойдется тебе в пятьдесят кредитов Что? Послушай Пятьдесят кредитов Упрямо повторил Геллагер Или разбирайся сам Откуда мне знать, что ты сможешь вернуть чемодан? Приходится допустить возможность, что у меня ничего не выйдет Однако шанс есть Я должен буду воспользоваться счетными машинами А это стоит дорого Ладно, ладно Гуркнул Ванинг Иди считай Без чемодана мне конец Меня больше интересует Тот карапуз, которого ты придушил Честно говоря, это единственная причина, по которой я вообще занимаюсь твоим делом Жизнь в четвертом измерении Продолжал Геллагер, вяло поводя руками Потом его лицо исчезло с экрана И Ванинг выключил видеофон Он еще раз обыскал шкаф, но так и не нашел в нем ничего Замшевый чемодан словно испарился Ванинг надел пальто и отправился в Манхэттен-Руф, где съел ужин обильно сдобренное вино Ему было очень жалко себя На завтра его жалость к себе усугубилась Он раз за разом пытался связаться с Геллагером Но в лаборатории никого не было Так что Ванинг попусту переводил время Около полудня валился Маккелсон Он был сильно взволнован Не очень-то ты спешил вытащить меня из тюрьмы Сходу набросился он на Ванинга И что теперь? У тебя найдется что-нибудь выпить? Зачем тебе? Боркнул Ванинг Судя по твоему виду, ты уже напился Езжай во Флориду и жди, пока все успокоится Хватит с меня ожидалок Я еду в Южную Америку, и мне нужны бабки Подожди, пока можно будет реализовать облигации Я забираю половину, как и договаривались Ванинг прищурился И попадешь прямо в лапы полиции Ясно, как дважды два Маккелсон был явно не в себе Согласен, я совершил ошибку Но теперь... Нет, теперь я буду умнее Значит, подождешь На крыше в вертолете ждет мой приятель Я дам ему облигации, а потом спокойно уйду Полиция ничего у меня не найдет Я сказал нет, повторил Ванинг Дело слишком рискованное Рискованное оно сейчас, если они найдут облигации Не найдут Где ты их спрятал? Это мое дело Маккелсон занервничал Возможно, но они в этом здании Вчера ты не мог их никуда сплавить До прихода фараонов Не стоит искушать судьбу Они искали рентгеном? Ага Я слышал, что Хэттон с целой бандой экспертов изучает план издания Он найдет твой сейф И я хочу убраться отсюда раньше, чем это произойдет Ванинг отмахнулся Прекрати истерику Я тебя вытащил, верно? Несмотря на то, что ты едва не провалил дело Это правда Признал Маккелсон, дергая себя за губу Но я... Он принялся грызть ногти Проклятие, я сижу на кратере вулкана, да еще и на термитнике Не хочу торчать здесь и ждать, пока не найдут облигации А от страны, куда я собираюсь смыться, они не смогут потребовать выдачи Нужно ждать, настаивал Ванинг Это твой единственный шанс В руке у Маккелсона невесть, откуда появился пистолет Гони половину облигаций, да поживее Я тебе не верю Думаешь, можно бесконечно водить меня за нос? Ну, отдаешь или нет? Нет, ответил Ванинг Я не шучу Знаю, но у меня нет этих облигаций Как это нет? Ты когда-нибудь слышал о возможностях четвертого измерения? Спросил Ванинг, не сводя глаз с пистолета Я спрятал чемодан в особый сейф Который не могу открыть раньше определенного времени Хм, задумался Маккелсон А когда? Завтра Хорошо, значит, завтра ты отдашь мне облигации? Если тебе так уж не втерпешь Но советую тебе подумать Гораздо безопаснее подождать Вместо ответа Маккелсон только усмехнулся через плечо Когда он вышел, Ванинг долго сидел, не двигаясь Он был не на шутку перепуган Дело было в том, что Маккелсон был склонен к маниакально-депрессивному психозу И вполне мог убить Сейчас он испытывал сильный стресс Ему нечего терять Ну что ж, следует принять меры предосторожности Ванинг еще раз позвонил Геллагеру Но и на этот раз никто не отозвался Он оставил для него сообщение И еще раз осторожно заглянул в шкаф Он был по-прежнему пуст Вечером Ванинг явился к Геллагеру сам Изобретатель казался пьяным и усталым Впрочем, так оно и было Он небрежно махнул рукой, указывая на стол заваленной бумагой Ну и задал ты мне работенку Если бы знал принцип действия этого устройства Я и пальцем бы его не тронул Садись и выпей Принес пятьдесят кредитов Ванинг молча вручил Геллагеру деньги И тот сунул их в чудовище Хорошо, а теперь он сел на диван Начинаем решение задачи стоимостью в пятьдесят кредитов Я получу чемодан? Нет, решительно ответил Геллагер Я, по крайней мере, не вижу никакой возможности Он находится в ином фрагменте пространства-времени Но что это значит? Это значит, что шкаф действует как телескоп Но не в видимой части спектра Это что-то вроде окна В него можно выйти или просто заглянуть Это выход в сейчас плюс х Ванинг поглядел на него из-под лобья Ты мне ничего такого не говорил Все, что я до сих пор знаю об этом, чистая теория И боюсь, ничего больше не будет Так вот, сначала я ошибался Предметы, попадавшие в шкаф Не появлялись в ином пространстве Потому что должна существовать Некое пространственное постоянное То есть они не уменьшались бы Размер — это размер Факт перенесения куба с гранью в один дюйм Скажем, на Марс Не уменьшил бы его и не увеличил А как быть с плотностью окружающей среды? Разве предмет не был бы раздавлен? Конечно, он был бы и остался таким После извлечения из шкафа Он не восстановил бы свои изначальные размеры и форму Х плюс у никогда не равно ху Но х минус у равно, что ли? Именно тут собака и зарыта Геллагер начал лекцию за 50 кредитов Предметы, которые мы вкладываем в шкаф Путешествовали во времени Причем их скорость не менялась Чего нельзя сказать о пространственных условиях Две вещи не могут находиться одновременно в одном и том же месте Следовательно, твой чемодан отправился в другое время Сейчас плюс х А что в данном случае значит х? Я понятия не имею Хотя подозреваю, что несколько миллионов лет Ванинг был ошеломлен Так значит, чемодан находится в будущем Отстоящем на миллионы лет? Не знаю, насколько далеко Но думаю, что очень Слишком мало данных для решения такого сложного уравнения Я делал выводы главным образом С помощью индукции Но результаты совершенно безумные Эйнштейн был бы в восторге Моя теория утверждает, что Вселенная одновременно сжимается и увеличивается Но как это связано? Движение — понятие относительное Неумолимо продолжал Геллагер Это главный принцип Разумеется, Вселенная увеличивается Расползается, как газ Но вместе с тем Ее составные части сжимаются Это значит, что они не растут В буквальном смысле слова Во всяком случае, не Солнце и не атомы Они просто удаляются от центра Мчатся во всех возможных направлениях Погоди, о чем это я говорил? Ах да, Вселенная, взятая как единое целое, сжимается Хорошо, пусть себе сжимается А где мой чемодан? Я тебе уже сказал В будущем Я дошел до этого с помощью индуктивного рассуждения Все просто и логично Но доказать ничего нельзя Сто, тысячу, миллион лет назад Земля, как и вся прочая Вселенная Была больше, чем сейчас И все продолжает сжиматься Когда-нибудь в будущем Она будет в половину меньше Но мы этого не заметим Потому что и Вселенная уменьшится пропорционально Геллагер зевнул и сонно продолжал Мы сунули в шкаф стол Который оказался где-то в будущем Потому что шкаф, как я уже говорил Это окно в другое время И на стол подействовали условия Типичные для того времени Стол съежился После того, как мы дали ему несколько секунд На поглощение энтропии Или чего-то там еще Только вот была ли это энтропия? А, бог ее знает Но он превратился в пирамиду Видимо, процесс сопровождается Метрическим искажением А может, это просто оптическая иллюзия Может, мы просто не так все видим Сомневаюсь, что в будущем Вещи и вправду будут выглядеть иначе Кроме того, что станут меньше Но сейчас мы пользуемся окном В четвертое измерение Как если бы мы смотрели через призму Размер действительно меняется А форма и цвет кажутся иными Нашим глазам, смотрящим Через призму четвертого измерения Значит, мой чемодан попал в будущее, да? Но почему он исчез из шкафа? А помнишь, существо, которое ты раздавил Может, у него есть приятель Они могли быть невидимы Вне очень узкого Как же его поля зрения? Представь Где-то в будущем Через сто, тысячу или миллион лет Ни с того ни с сего Появляется чемодан Один из наших потомков Начинает разбираться с ним И тут ты его убиваешь Приходят его друзья И забирают чемодан Вынося его за пределы шкафа Если говорить о пространстве Чемодан может быть где угодно А вот время здесь Величина неизвестная Сейчас плюс х На этом и основано действие сейфа Ну, что скажешь? Черт возьми! Взорвался Ванинг И это все, что ты можешь сказать? Значит, о чемодане можно забыть? Ага Разве что ты сам за ним отправишься Но бог знает, где ты окажешься За несколько тысяч лет Состав воздуха, вероятно, изменится А может, будут и другие перемены Ну, уж не настолько я глуп Ну и дела Облигации исчезли И не было надежды получить их обратно Ванинг смирился бы с потерей Зная, что облигации не попадут в руки полиции Но оставалась еще проблема Маккелсона Особенно после того, как пуля разбила стекло в конторе адвоката Встреча с Маккелсоном не дала положительного результата Расстратчик не сомневался, что Ванинг хочет его надуть Когда адвокат выкидывал его из конторы Он ругался и грозил, что пойдет в полицию и признается Ну и пусть идет Все равно улик никаких Чтоб его черти взяли Однако для верности Ванинг решил засадить своего бывшего клиента за решетку Впрочем, из этого ничего не вышло Маккелсон дал в зубы посыльному, принесшему вызов в полицию И удрал И сейчас Ванинг подозревал, что тот где-то скрывался вооруженный И готовый его пристрелить Вот всегда так с типами, склонными к маниакально-депрессивному психозу Ванинг потребовал двух полицейских для охраны Ввиду угрозы для жизни он имел на это право До поимки Маккелсона Ванинг будет пользоваться их услугами А уж он позаботится, чтобы охраняли его двое самых крепких парней во всей Манхэттенской полиции Кстати, он имел случай убедиться, что им поручили и дело о узамшевом чемодане Ванинг позвонил Хэттену и улыбнулся экрану Ну, как успехи? Что вы имеете в виду? Моих телохранителей и ваших шпиков Они не найдут облигаций Хэттен, так что лучше отзовите их Два дела одновременно Слишком сложно для этих бедняк Достаточно, если они справятся с одним и найдут вещественные доказательства А если Маккелсон размажит вам голову, я плакать не буду Встретимся в суде, сказал Ванинг Вы обвиняете Уотсона, так? Так А вы отказываетесь от скопа ламина? В отношении присяжных, конечно Дело у меня в кармане Это вам так кажется Сказал Хэттен и выключил связь Весело смеясь, Ванинг надел пальто Забрал своих телохранителей и отправился в суд Маккелсона не было и следа Дело он выиграл, как и ожидал Вернувшись в офис, он выслушал несколько несущественных новостей Которые передала ему девушка, обслуживающая коммутатор И прошел в свой личный кабинет Первое, что он увидел, открыв дверь Это замшевый чемодан, лежавший на ковре в углу комнаты Ванинг так и застыл с рукой на ручке двери Позади слышались тяжелые шаги охранников Минуточку, сказал он через плечо Метнулся в кабинет, закрыл за собой дверь И еще услышал удивленный вопрос Чемодан Несомненно, тот самый И также, несомненно, за его спиной были два фараона Которые после краткого совещания принялись колотить в дверь Пытаясь ее выломать Ванинг позеленел Он неуверенно шагнул вперед И увидел в углу шкаф Идеальный тайник Именно то, что надо И если он сунет туда чемодан Тот станет неузнаваем Неважно, если он снова исчезнет Главное, избавиться от улики Дверь начала поддаваться Ванинг подбежал к чемодану Поднял его с пола И тут краем глаза заметил какое-то движение В воздухе над ним появилась рука Это была рука гиганта С идеально белым манжетом Расплывающимся где-то вверху Огромные пальцы тянулись к нему Ванинг заорал и отскочил Но недостаточно быстро Рука схватила его И напрасно адвокат молотил руками по ладони Она тут же сомкнулась в кулак Когда кулак раскрылся Из него, пятная ковер Выпало то, что осталось от Ванинга Рука исчезла Дверь сорвалась с петель Рухнула на пол И охранники, спотыкаясь о нее Валились в комнату Вскоре явился Хэттон со своими людьми Впрочем, тут мало что можно было сделать Разве что прибрать Замшевый чемодан, содержащий 25 тысяч кредитов В облигациях Перенесли в безопасное место Тело Ванинга собрали и отправили в морг Фотографы сверкали вспышками Эксперты, дактилоскописты Сыпали порошок Рентгенотехники суетились Со своим оборудованием Все было сделано быстро И умело Через час контора была пуста И опечатана Потому-то никто и не видел Второго явления гигантской руки Которая опять возникла неоткуда Пощупала вокруг Словно чего-то искала И исчезла Единственным, кто мог пролить на это дело Хоть какой-то свет Был Геллагер Но его слова Произнесенные в одиночестве лаборатории Слышала только чудовище Так вот, почему лабораторный стол Появился здесь вчера на несколько минут Хм, сейчас плюс х Равно примерно неделе А почему бы и нет Все в мире относительно Вот уж не думал, что Вселенная Сжимается с такой скоростью Он поудобнее вытянулся на диване И влил себе в глотку двойное мартини Да, так оно и есть Буркнул он Ваненг, пожалуй, единственный человек Который оказался в середине будущей недели И погиб По такому случаю я, пожалуй, напьюсь И напился Конец рассказа